всем привет всем огромный привет из канады шопоголиком всех стран от шопоголика из канады или как мне написала одна зрительница шопоголики всех стран объединяйтесь это действительно очень смешно сегодня хочу сходить в обувный магазин посмотреть какая есть обувь что почем что есть чего нету потому что вот мы открылись после локдауна и просто интересно если какие-то новинки и вообще что там что там есть пусто полно в общем давайте пойдем посмотрим и я беру с собой ну что начнем с со всеми любимых дыркинштоков обувь спорная но очень любимая в канаде не только они не дешевые видите они стоят 129 долларов есть разные всякие какие хотите цветные разноцветные белые в цветочек в общем все что вашей душе угодно и вот такие вот смотрите я нашла но это тоже по-моему беркинштоки но на меху они немножко подороже чем обычные странная обувь конечно но имеет место быть и я так понимаю не только беркинштоках делает компания а делает вот и другие компании которые намного дешевле эти стоит 55 но по-видимому она пользуется популярностью успехом раз повторяют за беркинштоками кларкс обувь очень удобная просто очень выглядит так себе но считается шикарно удобной это копия с кроксов причем на меху а это уже сами кроксы тоже на меху я так понимаю что это такая зимняя версия чтобы ножка была тепленькая а то в резине как-то она не очень когда холодно на самом деле по-моему и когда жарко в резине не очень посмотрите это прям точная копии известного бренда эрмес и вот этих их шлепанцев которые очень очень популярны и очень известны эти всего лишь за 40 долларов достаточно хорошо выполнен так знаете копия копия хорошо хорошее повторение и судя по вот этой вот штуки которая висит рядом с на самой на самой шлепанце они кожаные я проверила да вот видите этот значок означает что они сделаны натуральной кожи в принципе 40 долларов достаточно неплохая цена вот тоже очень интересный вариант на лето по-моему очень удобный потому что вот эти вот перепонки из ткани они мягкие должны в принципе не врезаться в ногу и не натирать по идее и подошва очень такая хорошая мягкая так потыкал на нее знаете такая как как облачко ну вот такой вот знаете такие босоножки которые были в моде много лет в общем то вышли из моды но в принципе ну что значит вышли обычные босоножки стандартные удобные на таком удобном каблуке которые можно носить всем кому угодно на них сейчас большие распродажи там было 70 процентов 50 процентов скидки то есть в общем то довольно бюджетно можно их купить и что они удобные неплохие мне кажется так для удобной носки эти тоже неплохие в общем то у них каблук хоть и есть но он мне кажется такой не очень высокий и довольно устойчивый пот тоже очень по моему удобные босоножки на устойчивом таком квадратном каблучке 50 долларов стоили сейчас на них 40 процентов скидка то есть принципе довольно хорошая цена они не кожаные конечно 50 долларов цена это не может быть кожи но в принципе неплохие аккуратненькие так хорошо сделаны эти уже немножко по более такой высокий каблук но мне кажется что они тоже довольно удобные потому что принципе каблук хоть и высокий но не страшно вот довольно дорогая обувь я удивилась это тэд бейкер простите это довольно дорогой бренд я редко встречала его в этом магазине здесь все как-то попроще туфли очень красивые 250 долларов конечно дорого но посмотрите какие они красивые и рядом стоит тоже тэд бейкер уже попроще просто черные не меньше они понравились смотрите какой интересный каблук какой-то такой наборный из бамбука какого-то сделан тоже очень мягкая очень мягкая кожа ну то есть не кожа кожзам потому что тоже не думаю что это кожа и вот это вот повторение тоже очень известного бренда да эти плетеные плетеные шлепанцы в общем то везде тоже они сейчас есть винс кому-то это довольно известный бренд довольно хороший считается в общем то средний такой ценовой сегмент неплохие но и вот снова змея 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 на тоником каблучке я вам хочу сказать что вот такой каблук несмотря на его кажущиеся неудобства он неплохой он тонкий очень тонкий не очень высокий но я знаю такой тип каблука в них довольно неплохо можно ходить не страшно вот тоже такие интересные босоножки тоже на такого довольно устойчивым квадратном каблуке может быть он они не самый низкий но благодаря квадратности своей я думаю что он устойчив вот эти джинсы мне тоже очень нравится в горошек ну и в общем то вот валентина как будто валентина из года в год они продают я даже не знаю что это за бренд но они копируют валентина и копирует каждый год уже валентина такое не делает они все значит продолжают делать это тоже по-моему довольно удобная обувь вот такая вот плоская подошва мне нравится она потому что она как бы вроде бы и плоская удобная с одной стороны с другой стороны она немножко поднимает вас то есть если вы хотите, не хотите, вернее, носить каблук, но хотите немножко выглядеть повыше, то вот такие вот танкетки, как когда-то их называли, платформа, танкетка, это, в общем-то, хороший вариант. Я искала себе, на самом деле, что-то такое, но моего размера не было. Тоже вот это сейчас очень-очень в тренде, вот такая вот черная шлепанца, плетеная косичкой перепонки и такая вот плоская подошва, вот тоже из той же серии, они стоили 60 долларов, сейчас 50% на них скидка, то есть они сейчас стоят 30 долларов, довольно дешево, но нет моего размера. И вот эти мне понравились. Это тоже, это совсем не тренд, это бренд Nine West, очень известный бренд и довольно удобные у них обувь. Это не трендовые, конечно, фасоны такие, но мне кажется, что на лето вот они никогда не выходят из моды. Ну и вот эти вот туфли-убийцы, всего за 40 долларов вы можете стать обладателем вот такой шпильки или вот такой шпильки, но эти уже немножко подороже, за 100. Даже я с моей любовью к каблукам в принципе сейчас бы такие не стала покупать, потому что есть каблук, есть каблук, знаете ли. Побрела я в клиренс, в распродажу. Вот стою в моем размере, если честно, смотреть просто не на что, не на что прям такое все печальное, грустное. Какие-то остатки зимних сапог, спортивная обувь, кроссовки, в общем-то и остатки зимних сапог какие-то такие совсем неинтересные. Вот единственное, что нашла, нашла такие замшевые сапожки, очень неплохие, из натуральной замши, симпатичные. Значит, стоили они 189, и зеленая, зеленая этикетка, это значит, что на них 50% скидки, то есть где-то порядка 100 долларов, они стоят немножко меньше. Симпатичные, очень хорошего качества, так хорошо сделаны, аккуратненькие, мой 5,5 размер. Что еще я видела в распродаже? Вот эти вот довольно-таки приятные симпатичные босоножки, на маленьком совсем каблучке, но элегантно так выглядят, красиво так сделано, знаете, обрезанный край, такой волнистый, бантик, цвет очень красивый, персиковый, тоже они стоили 80 долларов, и на них, по-моему, даже 70% скидка, то есть хорошая цена. Еще нашла одни сапоги под змею, они довольно дорогие, но тоже они сейчас на селе. Ну, мне, в общем-то, не нужно, у меня есть похожие, ну, не совсем такие, но похожие, но вот у них довольно удобный каблук, что да-то да, трудно с этим спорить, ну, и выглядят они довольно неплохо, симпатично. Решила я примерить эти сапоги замшевые, они очень хорошо смотрятся на ноге, мне понравились, довольно симпатичные. Музыка Немножко еще побродила по магазину, и вот нашла еще одну версию шлепок Эрмес, такие, знаете, немножко на каблучке, но, по-моему, Эрмес тоже делает на каблуке. У них есть две версии, совсем на плоском каблуке, вот на таком вот квадратненьком. Тоже похоже, но немножко меньше. Вот, смотрите, это, в принципе, отдел домашних тапочек, но, насколько я знаю, сейчас такие тапочки носят на улицу, то есть они как-то из дома перевалили из домашней одежды, перешли в уличную одежду, и, по-моему, их сейчас вполне себе носят по улице, а это вообще прямо акс или уги, как по-русски их называют, вот эти известные всем сапоги, а это вот такие вот их босоножки меховые, ну, я не знаю, это для дома одежды или для улицы, я, честно говоря, уже сейчас не берусь судить, в общем-то, подошла такая вполне такая, что ее можно носить и на улице, и вот, хотела заснять, хотела вам показать, это наши такие национальные канадские домашние тапочки, замшевые, отделаны бисером с натуральным мехом внутри и снаружи, ну, это такой, знаете, как индийский стиль, в общем-то, такие, как унты, но трансформированные в домашние тапки, хотела я что-то примерить, кроме сапог, хотела примерить летнюю обувь, но, увы и ах, девочки, во всем магазине не было ни одной пары обуви моего размера, пятого размера, я не нашла ничего, и вот вам недостатки и проблемы маленьких ног, маленького размера, наша жизнь золошек очень тяжела, все, надеюсь, что вам понравился мой обзор, до новых встреч, увидимся совсем скоро в новом видео, всем привет из Канады, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok